Воскресенье, радостный день, пусть исчезнет ссор ваших тень. Короче, воскресенье, обзорище, на канале Покашеварим. Покашеварим здесь, обзоры оттекали, расскажут все, как есть, как здесь, как ты. Будет ругаться и кидать в отставке, ждем только хорошие доставки. Сегодня у нас на обзоре райский, сука, пирожок. Компания, которая находится на проспекте мира, прямо на ВДНХ, недалеко от ботанического сада, поэтому они называются райский пирожок. Потому что райский сад рядом. Вот, пирожок-то райский, а сервис у них очень странный. Ну, во-первых, что хочу сказать поначалу. Сайт неудобный, сайт неудобный, потому что вот есть стандартные, так называемые, слеты меню, когда ты что-то добавил в корзину, а у тебя в начало списка все улетает. Это неудобно, но это мелочи. Второй момент, когда ты сделал заказ, выбираешь оплату банковской карты или наличными, а я выбрал оплату банковской карты, нажал кнопку оформить заказ, и он оформился. И мне звонит курьер, говорит, сдача вам со скольки потребуется. Я говорю, я хочу карты оплатить. Он говорит, ну так надо было оплатить с сайта. Я говорю, так а сайт мне ничего не предложил. В общем, выяснилось, что для того, чтобы оплатить картой, мне нужно на сайте зарегистрироваться. То есть мне пришлось заново оформить заказ, зарегистрироваться, и только так я смог оплатить картой. Кстати, немало денег, между прочим. В общей сложности чек дали, спасибо. 5680 рублей за пироги. По поводу доставки, расскажу попозже. Сейчас мы температуру сначала глянем. Вот в таких коробках привезли. Эпичных очень. Давай распакуем и посмотрим. Класс, бельевая веревка, блин. Пойду посушу бельишко. Ощущение, что горячо, у меня нет. Ощущение, что тепло есть. Ну, давай посмотрим внутри коробки. Вот так вот выглядят пироги. Не, вот здесь вот они потеплее, конечно. Они потеплее, 50 градусов. 51 градус. То есть в целом, как бы лайк за температуру. Они доехали в конечном итоге до нас довольно теплые. Картон явно не пищевой. Он такой пахнет промышленным картоном. В котором, ну, то есть абсолютно спокойно вы закажете какой-нибудь амортизатор себе для вашей машины. Он у вас будет примерно в такой же коробке. Но надо отдать должное. Они как бы отгородили продукт от этого не очень приятного картона. Коробки условно брендированы. Это штамп, который они используют. Ну, симпатично, кстати. Мне вот штампики вообще нравятся. То есть это ручная работа. Они сами проштамповали. Прикольно. Все, как мне это теперь все разместить? Непонятно, да? Теплый ягодный морс. Сколько? 27,5. Теплый ягодный морс. Заложенный коробками. Но не побежденный. Короче. Коски с доставкой. Заказ я сделал. Ну, то есть вот эти все манипуляции. У меня ушло 20 минут, чтобы оплатить заказ. В итоге я его где-то сделал в 11.30. И к двум часам заказал доставку. Приехали они в 14.53. Я сразу сомнился, на самом деле, что за два часа, ну, два с половиной, можно выпечь пироги и мне привезти. Но они сказали, окей, привезем к двум. Но это странно, согласитесь. Но пироги это довольно долгий продукт. То есть вот сколько мы делали обзоров, там, на глав пирог, пирожковый номер один. И везде были долгие доставки. Потому что пироги это продукт небыстрого приготовления. Его надо выпекать, его надо подготовить сначала. И так далее, и так далее. Я это к чему? Я к тому, что зачем, как бы, декларировать, что вы готовы к двум привезти, если, ну, реально, я не ждал к двум. Я знал, что привезут позже. Привезли позже. Так сразу договоритесь, что там до трех сделаем. Все, базара нет. Вот в этом плане тоже немножко сервис, конечно, мне не понравился. Ну, ладненько, давайте. Наше дело, все-таки, наверное, в первую очередь вкус оценить. И качество, да, то есть соответствие веса и так далее, и так далее. Начнем мы с пирогов. Я заложусь от тебя, Дима. До свидания, до свидания. Начнем с осетинских пирогов. Они тоньше остывают быстрее. Вот. Пироги осетинские. И, кстати, в разделе осетинские пироги там больше гораздо хачапури, чем осетинских пирогов. Ну, в общем, райское пирожковое. Встречайте, на канале Покашеварим осетинские пироги. Первая тонкая коробочка. Что у нас тут вот так вот запечатано? Это хачапури по-мигрельски. Кстати, недурно выглядит. Стоит 420 рублей 0,50... 550 граммов, короче, она должна весить, эта хачапури. Сейчас попробуем как-то взвесить вместе с фольгой. 505, а должно? 550. Недовес. Зафиксировали. Запечатывание в фольгу таких продуктов, горячих, они, конечно, несомненно, создадут конденсат, который что сделает? Правильно, вымочит тесто. Возможно, это не сильно повлияет на вкус и структуру, но повлияет, потому что тесто пока доедет, оно вымокнет. Вот такая вот хачапури по-мигрельски, а это значит, что это то же самое, что по-мигрельски, только с двойным сыром. То есть, еще и сверху посыпано сыром. Хачапури это что? Это сыр сулугуни. Пироги по-осетински это что? Это сыр осетинский. Сейчас посмотрим, какой здесь. Ну, запах вообще, на самом деле, похож на сулугуни, пока я чувствую. Ну, когда ты не занимаешься, как бы, национальной выпечкой, у тебя и получается не национальное блюдо. Я не хочу ничего плохого прямо говорить про это хачапури. Весьма вкусная лепешка с сыром. Сыр хороший, то есть, тот сыр, который они используют, он имеет свой вкус. Это меня радует. Я люблю хороший сыр сулугуни, я, если хороший сыр, готов прощать даже тесто. Здесь тесто чисто пирожковое, оно не приготовлено ни на каком кисломолочном продукте. То есть, это не хачапури о джунджоле, назовем это так. Вообще далеко не хачапури о джунджоле. Но при этом, при этом я должен отдать должное, что оно весьма сочное. То есть, вот сыр внутри довольно сочный. Мне эта хачапури в целом нравится, то есть, я ее вполне могу доесть без всяких там, вот этих, бе, нормальный. Ладно, 4 сыра. У них и пицца еще есть. Ого, пицца 4 сыра. Они все запечатывают в этот вот, ну, что такое? Ну, вот смотри, ну, да. Нет, как бы с одной стороны, хорошо, что не картоном она прованивает, хорошо, что запечатано. Блин, ну, лучше уж коробку другую иметь, наверное, если, ну, какие-то вот светлые коробки подороже продаются. Они меньше воняют, чем вот эти. Так, пицца 4 сыра, 0. Короче, 360 граммов должна весить. Она вот такая вот тоненькая. Попробуем взвесить как-то. Ну, вот пицца, мне кажется, тут по весу нормально все будет. О, аж 470 с фольгой. То есть, по пицце перевес. Тесто у этой пиццы, ну, очень уныло выглядит. Оно какое-то бледное. Вот посмотри, сейчас я попробую показать. Я уверен, снизу, да, и снизу, то есть, полное ощущение недопеченного теста. Понятно, что это, да, это немножко схваченное тесто, но оно настолько бледное, что не вызывает абсолютно никакого аппетита. При этом начинки здесь положено достаточно для того, чтобы меня все устроило. Я вижу тут сыры, и чеддер, и размазанный какой-то вот, типа, овечий сыр, фета, вроде того, и горгонзола, либо дорблю. То есть, по сырам эта пицца хорошая, но вот по этой штуке она еще и вымокла от фольги. То есть, это абсолютно не аппетитно. Бе! Черт. Ну, давай попробуем. Ужасная пицца, 4 сыра. Одна из самых плохих пицц, 4 сыра, которые можно себе представить. В первую очередь, конечно же, из-за теста. Тесто ужасное, вымокшее, непропеченное до конца, как мне кажется, несмотря на то, что оно тонкое. Есть неприятно, то есть, это ощущение клейстера. Вот, и абсолютно дисгармоничная начинка, то есть, ее, ну, как бы, наложено много, мы видели, да, то есть, там есть разные сыры, но сыры невкусные. То есть, вот пицца 4 сыра, она хороша в гармонии. Поэтому помните, вот мы даже, когда со старым Грегом снимали с Гришей ролик у себя, Гриш там каждый сырок вымерял там, сколько там, 32 грамма, он там 2 грамма откладывал. 76, пойдет? Ну, давай на грамм все-таки наберем. Ты реально грамм убираешь, ты хорош! Потому что важна, важна гармония. Здесь просто навалено, навалено на плохое тесто, навалены не очень хорошие сыры и навалены абсолютно бездумно. В итоге мы получаем вот эту пиццу 4 сыра. Отстой! Нет. То есть, если хачапури еще куда не шло, там один сыр, там не накосячишь особо, то 4 сыра это ужасно. Не надо заниматься тем, чем не надо заниматься. Вы пироговая, занимайтесь пирогами. К ним и переходим. Начинаем коробки распаковывать. У нас, значит, вот они, два пирога. У них есть прикольная штука, что они делают пироги с разными, с разным тестом. То есть, есть кукурузное тесто, есть ржаное тесто, есть обычное пшеничное. Вот. Это забавно. Плюс разный вес они делают. То есть, можно килограммы, вплоть, по-моему, до 3 килограммов выбрать пирог. С одной стороны, вроде бы нормальная функция, с другой стороны, на мой взгляд, она не нужна. Вот в каком-то главпирог, по-моему, мы делали обзор, и там были только килограммовые пироги. Это понятно для потребителя. Вот мне предельно понятно. Я заказал килограмм, и всегда знаю, что вот если закажу, то это будет кило. Потому что, ну, ты реально понимаешь разницу между, Дим, например, пирог 2 килограмма и 3 килограмма? То есть, ну, насколько это больше? Я, может, довольно тупой, конечно, но для меня вот это вот не очевидна разница. Как стыдно то, что я сейчас сказал. Так, ладно, у нас два пирога. Один из ржаной муки, второй из обычной пшеничной. Что с чем, я не знаю, но судя по картинке, вот этот пирог с брынзой, а вот этот пирог с ветчиной и сыром. Один килограмм, я сейчас постарался заказать все килограммовое, поэтому мы их и взвесим, исходя из этих вводных. Так, пирог номер 1, недовес 15 граммов, но, в принципе, на килограмм я готов прощать такие небольшие недовесы. И второй тоже недовес, тоже небольшой, но не критично. То есть, к этому придираться будет глупо. Давай сразу два и будем резать и смотреть. Да, пирог из ржаной муки, он выглядит эффектно. Он выглядит типа как шоколадка. Кажется, что это шоколадный пирог. Вот такой вот он на срезе. Крупно порезанная ветчина. Крупно посыпана сыром. То есть, в принципе, начинки довольно неплохо положены. Единственное, что, наверное, вот структура ветчины, она довольно крупновата. Я бы хотел поменьше. Что касается самого теста, ну, оно, в принципе, ржаной тесто, оно чуть погрубее, чем пшеничное. И благодаря этому складывается впечатление, что оно как будто бы, как будто бы оно чуть-чуть недопеченное. Ну, вот смотрите, например, вот здесь, да, возможно, это от среза, а возможно, это и сырое тесто. Нет, все-таки допеченное. Реально, как бородинский хлеб, елки-палки. Ну, и запах такой характерный, скорее, дарницкого хлеба. Салфеток не дали. Пирог бородинский с ученой и сыром. Ну, определенно симпатичное тесто. Я могу сказать, что мне это тесто нравится. Такой хороший вкус бородинского хлеба. Может быть, не такой яркий, там не столь много кориандра, потому что обычно в бородинском хлебе еще там зернышки как-то сверху посыпаны. То есть, ты чувствуешь прям вот эти ароматы. Здесь он чуть сдержаннее, чем бородинский хлеб классический. Тем не менее, привкус интересный. Привкус интересный. И, пожалуй, в таком формате я еще не ел пироги. Хотя пирогов я поел в своей жизни уже много. В том числе и на обзорах. В целом, наверное, понравилось. Что касается ветчины и сыра. Ветчины и сыра. То тоже особых нареканий нет. И ветчина неплохая. И сырок там тоже душевный. Так, второй у нас пирог. А, нет, подожди. Второй-то пирог. А я его назвал каким пирогом? Шпинат и брынзо. А это пирог, капуста и яйцо. А был такой у нас вообще? Пирог с капустой и яйцом 440 рублей стоит. Вот это цена адекватная. Оп. Начинки в пироге довольно много. Там капуста и яйцо. Все. Что это? Это пирог. Пироги пропеченные, в отличие от пиццы, которая только что была, это бледное уныние. Пироги пропеченные, вот эта вот хрустяшка такая. Кто-то скажет, типа, пережарено. А я бы сказал, что это зашибись. Вот эти краешки тесто подпеченные мне очень нравятся. Зашибись пирог. Ну, вообще, пироги это тема, походу. Так что за 440 рублей мы получаем килограмм пирога вкусного. Начинка хорошая. Капуста не скишная. Знаете, бывает такое иногда, когда капуста, она прям такая, прям вот, ну, что ватка как будто вот такая. Нет, здесь хорошая капуста, она еще немножечко такая похрустывает, совсем чуть-чуть. Но вот я доволен, я доволен этим пирогом. Он вкусный и бородинский вот этот сыром, в принципе, вкусный. Но в первую очередь он скорее интересный, нежели вкусный из-за теста. Короче, одобрямс. Одобрямс. Коробка нам здесь сильно не мешает. И это хорошо. Давай возьмем следующую коробочку. А следующая коробка у нас, о, вот здесь вот что-то с мясом. По этому пирогу сразу видно, что там брынза и сыр. Он такой красиво сделанный. Как это все делается, я не понимаю. То есть вот эти всякие красотульки, у меня с этим всегда проблема. Ну, посмотрите. Изумительно выглядит. Хотя вот пирог с телятины, на мой взгляд, немножечко перепеченный. Хоть я и говорил, что мне нравятся вот эти вот подгоряжки тесто. Но мне нравятся и не подгоряжки, а когда оно так вот подсохшее немножко тесто. Здесь оно выглядит немножко темновато. Но это ладно, придирка, наверное. Пирог с телятины, вот этот пирог килограммовый стоит 1120 рублей. А с брынзой 680. Телятина, вот здесь соблюдено килограмм с лишним даже. И пирог. Небольшой недовес. Пирог со шпинатом. В целом, как бы, еще раз повторюсь, придираться вот к таким недовесам в случае, когда блюда весят там килограмм, я не буду. Когда блюда весят там 200 граммов, хотя 20 грамм недовеса, но это уже что-то типа как многовато. Так, я хочу сочетание сыр и шпинат. Это божественно. Я обожаю и сыр, и шпинат. Давай посмотрим. Смотри, какой он, а. Четенький разрезик. Да, много начинки. Тесто довольно тонкое. То есть тут нет каких-то перегибов некрасивых. Знаешь, бывает такое на стыках тесто, да, там бывают прям такие пузыри огромного теста. Здесь все ровненько, хорошо, красиво. В общем, этот пирог мне нравится, как выглядит. И вполне вероятно, что и на вкус он будет неплох. Клевый пирог. Клевая начинка. Ее много. Это кайф. Прям от себя ставлю лайк этому пирогу. Пирог со шпинатом и сыром классный. Шпинат обычный, а сыр необычный. То есть если вы думаете, что сюда там российский натерт, нифига. Тут сыр типа феты, может быть типа Хохланд. Да, знаете, вот этот вот сыр, который вы на бутерброды. Творожно-сливочный, который вы на бутерброды режете. Вот. Но мне нравится по вкусу, отличное сочетание. И по соли хорошо, и по объему хорошо. А значит и в целом хорошо. Пирог с телятиной. Ох, мощь. Смотри. Ну, нормально наложено. Вот как на картинке. То есть на картинке столько и здесь столько. Я хочу открыть картинку, чтобы убедиться. Просто я помню. Ну да, в целом, да, такое нормальное количество начинки. 1120 рублей. Это, конечно, не дешево. Да я прям, я вот так вот. Можно укушу, как шавуха, смотри. Полкилограмма пирога. Я потом обрежу, не переживайте. Грустненько. Они делают вкусное тесто. Ну, то есть для пирогов это действительно хорошее вкусное тесто. Оно такое сладенькое. Но если начинка в шпинате мне, например, очень порадовала по своей гармоничности, и по соли, и по всему, то начинка в пироге с телятиной, она меня скорее расстроила. Потому что она пресная, не чувствуется вкус ни говядины, ни вообще какой бы то ни было вкус. И как будто бы, то есть... Ну, ощущение, как будто ты ливер ешь, знаешь, вот ливерную колбасу купите. Причем она будет более соленая. Скажем так, ливерная колбаса с точки зрения отсутствия вкуса мяса в ней. Вот так вот, наверное, назовем. Вот именно такой вкус здесь и присутствует. То есть как будто бы я ем просто с ливером. А если уж мне заявляют телятину, то я хочу чувствовать классный вкус, классный говяжий вкус. Здесь такого нет. Этот пирог расстроил 1120 рублей. Я бы за него точно не отдал. Лучше два пирога со шпинатом или уж с капустой, например. Ладненько. Ну, у нас еще есть... Кстати, я и сладкий заказал пирожок. Еще одна коробка. Причем я заметил закономерность. Смотри, они почему-то не загибают. То есть, ну, как бы ты когда собираешь, надо вот так вот сделать. Типа, да. И пирог поехал к заказчику. А они вот почему-то все пироги вот так вот привезли. Вы это могли заметить на первых кадрах. Ладненько. Вау, 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 вау. Что это такое огромное? Что это? Это что-то с кукурузным тестом, по-моему, я заказывал. Это пирог кукурузный с картофелем и грибами. Причем у меня ощущение, что я-то заказал полукилограммовый, но это не точно. 720 рублей. Подожди, полукилограммовый стоит 360. Это все-таки килограммовая штука. Видимо, я заскринил неправильно. Давай взвесим. 720 рублей. С кукурузной мукой. Опа! И фига себе, как в аптеке. Ты посмотри на эту лапочку. Так. Давай его тоже пополам смело. Посмотрим, что там внутри. Картофель и грибы. И кукурузное тесто. Тоже довольно аккуратно сделано. Начинки ни много ни мало. Все как надо. То есть то, что ты ожидаешь увидеть в пироге. Обзор в коробках у нас. Сверху вот это что ли розмарин. Он насыпанный. Вообще будет кусаться-то, нет? Тоже довольно интересный вкус у самого теста. Ну, как я подозреваю, скорее всего, сделать тесто чисто из кукурузной муки, наверное, не очень получится. То есть тут все равно какой-то процент пшеничной муки есть. Но, тем не менее, вот кукурузная мука, она и цвет дает довольно любопытный, такой желтенький, да, тестом. И вкус, вот этот кукурузный вкус, он чувствуется. Это говорит о том, что они, скорее всего, используют хорошую кукурузную муку. За что лайк. Что касается самой начинки, мне, скорее, не очень понравилось. Не потому, что она плохая какая-то, там, недосоленная. Нет, все хорошо с этой начинкой. Ну, просто скучновато, что ли. То есть это чисто мои капризы. Я заказал его только для того, чтобы попробовать именно тесто. Мне тесто в целом понравилось. Вот, то есть ребята с тестом работать умеют в пирогах. Ну, начинка скучновата. Ну, опять-таки, у них можно выбрать 100-500 начинок разных, какие хотите. И у них, и у других пироговых. Это подумайте, что я их рекламирую. Нет, пожалуй, есть пироговые, где мне нравилось больше. Вот главпирог, по-моему, где килограммовые как раз пироги. Или пирожковые номер один. Я вот не помню, блин. Напишите в комментах, если помните, где были пироги чисто по килограмму. Вот там мне вообще понравилось практически все. Вот. Да и здесь мне нравится. Вообще, пироги беспроигрышная тема. Потому что уж чё-чё, а вот делать тесто для пирогов, это где-то на уровне генов, видать, заложено у нашего Люда. Поэтому ошибиться в тесте для хачапури, русский человек, может легко абсолютно, потому что нет у него в генах. Грузин сделать с закрытыми глазами, скорее всего, изумительное тесто. Ну вот. Русские пироги, славянские, скажем так, пироги, это уже у нас в генах. Я уверен, что там любой украинец, белорус, русский сделает русские пироги лучше, чем кто бы то ни был. В целом лайк. Поэтому я говорю, это так же, как воки. То есть вот плохих воков найти, ну это очень надо постараться, чтобы сделать там плохой вок, например. Ну вот, надо крайне что-то переварить, крайне что-то пережарить, найти какие-то самые ужасные соусы и все это залить. Ну сложно сделать, поэтому воки практически беспроигрышный вариант в любой доставке, даже в самый плохой. С пирогами та же история. То есть все обзоры, которые мы делали, в целом, они были приятные. То есть не было такого, что где-то какой-то шок-контент, там из пирога вылез какой-то таракан, еще чего-то такого не было нигде. Везде много начинки, везде нормальное тесто. Вот. Я думаю, здесь та же самая история. Так, у нас остался, получается, последний пирог. Да и реально, вот на 5, 600 заказали всего 5 пирогов, но с другой стороны мы заказали там 6-7 килограммов еды. То есть количество позиций мало, а еды-то много. 720 рублей. Давай посмотрим, что у нас тут с клубникой. Оба-на! Судя по всему, это замороженная клубника. Как бы чуть-чуть, конечно, ожидаешь другого, наверное, пирога с клубникой за почти тысячу рублей. Ну, замороженная же клубника, я же не ошибаюсь. Есть такое слово клёкла? Вот в моем понимании слово клёкла означает, когда чуть сопливенько, что ли. Вот с этой замороженной клубникой примерно такая же история. Она, нет, в целом вкусно, то есть там клубника, сахар и само тесто, и хорошее сочетание, и тесто не промокло от замороженной, а потом, естественно, размороженной клубники, потому что она же размораживается, как ни крути. Вот, и она много соков пускает и так далее. Но ощущение, конечно, что ты съел блюдо не из какого-то заведения, а ты съел блюдо, которое ты дома приготовил. Потому что мы все дома, вот когда не сезон, взяли замороженные клубники или вишни там, да, закинули в пирог, в какое-нибудь там слоеное тесто, запекли и зашибить с сахаром, там добавили сахар. Но здесь абсолютно такая же история, абсолютно домашний пирожок, очень компромиссный, скажем так. Ну, пожалуй, я вообще изначально хотел вишневый заказать, потому что с вишней, и с замороженной вишней, и со свежей пироги. Даже, наверное, с замороженной лучше получаются пироги, чем со свежей. Вот, поэтому вишневый пирожок зашел бы вообще на ура нормально, с клубникой все-таки, наверное, не очень. Вот, замороженная клубника мне что-то непонятно. То ли она свежая превращается в такую, но это вряд ли, наверное. Ну, в общем, ребят, такой обзор. Походу, я больше не буду снимать обзоры на пироги, ну, потому что, ну, какого хрена не интересного. Хотя здесь было что-то интересное в плане теста, как минимум. То есть, вот это бородинское тесто, кукурузное тесто, это хоть какое-то разнообразие. Вот, что касается в целом пирогов, вы меня поняли, да? В общем, пироги можно заказывать где угодно. Вот, реально, в любой пироговой найдите там самую низкую цену и заказывайте там. Если килограммовый пирог, там будет так же, как и везде тесто, так же, как и везде начинки, плюс-минус, она будет везде одинаковая. В общем, такая вот история очередная пироговая. Райские пирожки. Причем они, кстати, на этом, по телефону мне представлялись не как райский пирожок, они называются райский пирожок, райские пирожки. Я бы их назвал вообще райские пироги, если уж надо, потому что, ну, они все-таки пироги. У них даже пирожков не есть что-то, можно выбрать. Там и пельмени какие-то, вареники. Всякое такое. Ну, вот, в общем, райский пирожок вот такой. На проспекте мира, видать, уже давно существует, ребята. Вот, ну, значит, не зря существует, потому что еда в целом годная. Я люблю пироги. Какого черта? Ставим оценку. 66 баллов. 66 баллов за что? Я немножко переел, извините. Я когда вот после обзоров, я серьезно, я не могу снимать два обзора в день, например. То есть, это вообще физически невозможно. То есть, я снимаю один обзор, и потом вот начинает уже кемарить. Потому что надо, в общем, на завод идти работать. Многие правильно пишут. Так. Короче, что касается цены. Я сейчас сравнил бы, я посмотрел обзор пирожковый номер один, глав пирога и прочих вот таких пирожковых. Ну, так, тезисно проглядел. В целом, здесь повыше цены, чем в той же, например, пирожковый номер один. Поэтому я поставлю за цену 3,5. Вкус-качество. В целом норм. 4 балла заслужено. Соответствие. Ну, опять-таки, я говорю, тут не было каких-то прям серьезных недовесов. Только один, по-моему, был крупный недовес. И то это не повод, конечно, ставить плохую оценку. Просто снижаем один бальчик, ставим 4 и все зашибись. Сервис 3. Сервис 3 по какой причине, в общем-то, в целом удовлетворительно. В целом, это заведение, оно себя ведет ровно так же, как и другие пироговые. Они не кладут ни хрена ни салфеток, нифига никаких ножичков, чтобы что-то порезать. Короче, нет такого, в принципе, по умолчанию. Это мне не нравится, это очень странно. Ну, то есть, блин, обычно пироги заказываются в офис. И там, допустим, отпраздновать какой-нибудь день рождения. Как это все порезать, как это все разложить людям. Непонятно, в общем. Я ставлю 3 балла. Плюс еще, в данном случае, вот эти вот картонные коробки, мне они... То есть, с точки зрения того, что они плотные, хорошие, и там ничего не развалилось и не продавилось, это хорошо. Но, в целом, эстетика крайне страдает. Я говорю, серьезно, как будто я себе тормозные диски заказал для машины своей. Где-нибудь забрал там в автомагазине. За скорость доставки я ставлю 2, и не потому, что в целом это долго, а потому, что именно, как бы договорились об одном времени, привезли на час позже. Вот это некрасиво. То, что пироги везутся долго и практически везде вот именно так это, это факт. То есть, с этим спорить невозможно. Пироги, это, наверное, самый долгий продукт вот по доставке. Там, в какой-нибудь пироговой что ли, а до нее мы тоже доберемся. Мы пытались как-то снять обзор, а там сказали, заказывайте на послезавтра. Вот такая была тема, или на завтра. Вот, тогда мы вам привезем. То есть, в данном случае такая оценка связана исключительно с дезориентацией меня по времени. По температуре у меня нареканий нет. Пироги приехали горячие, и это хорошо. Лайк. Ставлю я... Ставлю я... Ставлю ли я... Ставлю я ли... Ой, капец, как я тупить начинаю после еды, а. Короче, я не ставлю лайк. То есть, буду ли я у них заказывать? Ну, нет, наверное. Если я буду где-то на ВДНХ и буду мимо проходить, может, кусок пирога я могу поесть там. И детям дать поесть. Абсолютно нормальная еда. Вот, но в плане, там, заказать домой, я, наверное, воспользуюсь другими услугами других пироговых. Та же пирожковая номер один, которая была чуть дешевле, была быстрее озвученного времени, и это хорошо. Лучше сказать больше и привезти раньше, чем сказать раньше и привезти позже. Вот, поэтому я всегда за честность и взаимоотношения. Поэтому райскому пирожку я не ставлю лайк от себя, но запрещать у них заказывать я вам не буду. Нет ничего плохого в этом месте. Еда годная заказывать можно. Если живете там Алексеевский район, ВДНХ, почему нет? Пользуйтесь, я думаю, до вас быстрее гораздо привезут. 66 баллов, вот такой вот обзор. Райский пирожок. Райский пирожок. Спасибо вам за просмотр. Райские вы мои. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И да, я знаю, что это... Надо отключать звук на телефоне. Все, всем пока, до скорых встреч. Мне как раз, я сегодня читал комментарии под прошлым роликом, что-то там, человек, блядь, заколебал его. Отключай комменты, в каждом выпуске что-то пиликает. Субтитры сделал DimaTorzok